Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Сегодня я Вам поведаю о некоторых технических моментах съемки. И это видео будет интересно тем, кто только начинает снимать. Это удобный беспроводной USB микрофон, который можно подключить к вашему ноутбуку, планшету или смартфону через специальный переходник. Заказала я его на Алиэкспресс, потому что цена именно этой модели меня приятно удивила. Посмотреть цену Вы сможете, перейдя по ссылке под видео, а чтобы сравнить ее с ценами на беспроводные микрофоны, загляните на Яндекс Маркет. Итак, смотрим, что входит в комплект. Инструкция в виде маленькой брошюрки на английском языке. Но если даже Вы не знаете английский, не переживайте, здесь много картинок, по которым все понятно. Да и подключение настолько простое, что справится любой новичок. Это гарнитура, которая надевается на голову. С ее помощью удобно будет проводить стримы или вебинары. Когда микрофон находится на голове, можно спокойно поворачивать голову, даже встать и отойти от стола с компьютером. И звук останется на том же уровне, в отличие от стационарного микрофона. Это петличный микрофон. Он закреплен на прочной металлической прищепке, которая надежно будет его держать. Крепится он обычно на одежду. И точно так же предоставит Вам достаточную свободу передвижения. USB приемник. Он не имеет ни кнопок, ни переключателей. Его просто нужно вставить в USB порт компьютера или через переходник подключить к телефону. Беспроводной передатчик очень легкий, на задней стороне у него есть металлическая петля, при помощи которой передатчик крепится, например, за ремень. Работает он от двух стандартных батареек АА, которые не входят в комплект. Теперь несколько слов о подключении. Вставляем батарейки в передатчик, удерживаем пару секунд кнопку включения, загорается экран и передатчик готов к использованию. На экране появляется установленная частота и индикатор заряда батареи. Микрофоны подключаются к передатчику при помощи надежного разъема, в котором встроена кнопка фиксации. Такие разъемы выпускают многие производители, а значит, Вы сможете подключить сюда и другой микрофон, если это понадобится. Приемник подключается в порт USB на Вашем компьютере, и как только загорится синяя лампочка, соединение с передатчиком устанавливается и оборудование готово к работе. Это бюджетный микрофон, но при этом он имеет достойное качество звука. Если вдруг пошла какая-то помеха, нажимаем кнопку на передатчике, меняем частоту и он моментально перестраивается. Приемник при этом трогать не нужно, он автоматически настраивается на ту же частоту, что и передатчик. Сейчас у меня подключен петличный микрофон и Вы слышите качество звука без обработки. Приемник в данный момент находится от меня примерно в двух метрах и я могу свободно передвигаться по комнате, не путаясь в проводах. Теперь я подключила головную гарнитуру и Вы сейчас слышите звук, записанный через нее. Пододвигать микрофон очень близко я Вам не рекомендую, потому что может произойти захлест звука. Я бы даже отодвинула микрофон немного пониже, для того, чтобы в него не попадали потоки воздуха, которые создаются при разговоре. Слушать Ваше дыхание между словами, я думаю, никому не понравится. Итак, подводим итоги. Если Вы нацелены на серьезную работу с видео, но пока не можете себе позволить профессиональную технику, то беспроводной микрофон Fafine 031K – это прекрасный бюджетный вариант с достойным качеством. А у меня на сегодня все. Пишите свои отзывы и вопросы, если они у Вас возникли в комментариях, снимайте качественные видео, которые будут набирать много просмотров. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока.